Региона следующих трех лет один из главных вопросов еженедельного оперативного совещания правительства. Областная казна продолжает держать социальный вектор. На поддержку населения в следующем году планируют направить порядка 18 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы пойдет на выплаты пособия и компенсации. Расходы областного бюджетного финансового обеспечения 60 социальных выплат пособия и компенсации в 2022 году составит 14,7 миллиарда рублей или с ростом к уровню 2021 года на 6,6 процента. В счете того, что мы с 1 октября уже заложили наши повышенные обязательства. Объемные средства получат в 2022 и сфера образования. Почти 34 миллиарда рублей на оплату труда, приобретение оборудования и учебной литературы, а также на меры антитеррористической защиты. На сферу здравоохранения закладывается почти 39 миллиардов рублей. Будут увеличены расходы на льготное обеспечение жителей лекарствами, оснащение больниц с современным оборудованием, а также на программу обязательного медицинского страхования. По наш взгляд, в предлагаемом проекте бюджета области 2022 и плановый период 2023-2024 годов в значительной мере удалось совместить возможности для выполнения социальных адресов перед гражданами, повышения качества жизни и реализовать потенциал областного бюджета как бюджета развития. Всего же доходы казны в 2022 году планируются на уровне 133 миллиардов рублей. Расходы прогнозируются в размере 157 миллиардов. Получается дефицит более 23,5 миллиардов. Но его перекроют денежными средствами, оставшимися от этого финансового года. После утверждения проект бюджета должен получить одобрение Министерства финансов и пройти через общественные слушания. Затем программа будет направлена на рассмотрение областной думы. Уважаемые коллеги, вы видите, что планы на 2022 год, они очень амбициозные и ориентированы на улучшение жизни и качества жителей Белгородской области. Такой же ориентир и у социально-экономической стратегии развития Белгородской области на 2022-2024 годы. Одно из основных направлений проекта – экология, а именно бережливая природа пользования, энергосбережение и контроль за выбросами, загрязняющими окружающую среду. Наша стратегическая цель – это углеродная нейтральная экономика. В среднесрочном периоде в регионе продолжится реализация зеленых проектов. По созданию инфраструктуры обращений с ТКО. Например, запланировано создание экотехнопарка по обращению с ТКО в Яковлевском городском округе. Развитие экономики рассчитано в том числе и за счет капиталовложений. На данный момент область готова предложить инвесторам более 600 проектов общей стоимостью свыше 720 миллиардов рублей. Для вкладчиков есть несколько программ помощи. Проекты с внедрением современных технологий получат трехсторонний инвестиционный контракт. Он дает налоговые льготы, позволяет присвоить продукции, экспортный бренд, сделанный в России. С этим соглашением государство может помочь в продвижении товаров на международном рынке. Инвестпроекты стоимостью более 50 миллионов рублей получат региональное субсидирование затрат. Могут быть закреплены и стабильные налоговые условия до конца строительства объектов инфраструктуры. В области будет внедрен инвестиционный стандарт и осуществлен перезапуск инвестиционного цикла. Еще один двигатель региональной экономики – поддержка малого и среднего бизнеса. Это программа запуска и развития своего дела от старта и до выхода продукции на экспорт. Поддержка из областного бюджета. В первую очередь работа в этом направлении увеличит количество рабочих мест. К примеру, за счет расширения сети промышленных парков и ТОССР, Губкин, к 2024 году должно появиться почти 5,5 тысяч рабочих мест. Продолжение следует...